Только что произошло событие удивительное Прорвало телевизор Ну не с этой стороны, а с той Вот видите, пожалуйста К нам вывалилась часть наших зрителей Преданная, кстати говоря Стоят и хотят узнать у меня Какой будет следующий сюжет Как будто я это знаю, друзья Мама! Из одуванчиков получаются Красивые веночки Но программа Галилео решила Посмотреть на этот цветок С неожиданной стороны Гастрономической Интересно, а можно ли приготовить Из одуванчиков полноценный обед? Обратимся к повару Наталье Плести венки Она умеет А вот сможет ли сделать из цветов Что-то вкусное? Итак, блюдо первое на первое Наш повар Наталья И ее юные помощники Сварят итальянский суп Из одуванчиков Для приготовления четырех порций супа Потребуется Головка репчатого лука Шесть замороженных равиоли Это пельмени с овощами Столовая ложка оливкового масла Кусочек сыра пармезан И пятнадцать цветков молодого одуванчика Вместе с листьями Ну а постойте Одуванчики горькие Разве можно их есть? Спокойно Наталья знает, как устранить проблему Для этого достаточно несколько минут Подержать растения в соленой воде Горькими Одуванчики делают Гликозиды Органические соединения Которые входят в состав многих растений Гликозиды Легко растворяются в соленой воде Иными словами Рассол помогает цветам Избавиться от горького привкуса Ингредиенты готовы Можно варить суп Наталья берёт две кастрюли В первую повар помещает Жёлтые соцветия А зелёные листья Пригодятся чуть позже Вторая кастрюля Для равиоли Но к чему такие сложности? Почему бы не приготовить Всё в одной ёмкости? Равиоли Это продукт из теста В нём содержится крахмал При варке Молекулы крахмала Попадают в воду И делают её мутной А суп из одуванчиков Выглядит аппетитнее Когда приготовлен На прозрачном бульоне Пока равиоли И бульон из цветов Варятся на плите Самое время Заняться листьями одуванчиков Их нужно мелко нарезать Точно так же Поступают и с луком Кстати, лук Не заставит вас плакать Если перед шинковкой Окунуть его В холодную воду Затем Одуванчиково-луковую смесь Нужно обжарить На оливковом масле На всё про всё Три минуты Наконец-то и листья И цветы одуванчиков Можно воссоединить В одной кастрюле Больше ничего варить Не придётся Суп почти готов Самое время Добавить в него Равиоли Пахнет аппетитно Готовьте тару И не переживайте Если одуванчиковый суп В вашей тарелке Остынет Это блюдо Едят и горячим И холодным Только не забудьте Добавить тёртый сыр Так сытнее И вкуснее А нашим поварятам Пора отправляться За новой порцией одуванчиков Теперь уже Для второго блюда Пока дети Собирают цветы Давайте выясним Почему похожий На молоко Белый сок Который содержится В стеблях одуванчиков Оставляет на руках И одежде Тёмные пятна В состав сока Цветков Входит большое количество Железа Которое на воздухе Мгновенно окисляется И превращается В светло-коричневое Соединение Другие компоненты растения Смолы Воск И дубильные вещества Плохо растворяются В воде И поэтому Следы от сока Так сложно Смыть Или отстирать Но стиркой Займёмся позже А сейчас Есть задача Поважнее Пора узнать Какой кулинарный шедевр Наталья приготовит На этот раз Главный ингредиент Четыреста граммов Одуванчиков Но кроме цветов Понадобится Триста граммов Обжаренной говядины И миска Панировочных сухарей А что будем готовить? На второе У нас запланировано Жаркое Из одуванчиков По греческому рецепту После того Как цветы Приняли солёную ванну И избавились от горечи Их обваляют В панировочных сухарях Это нужно Чтобы одуванчики Обзавелись хрустящей корочкой Далее Полуфабрикаты Обжаривают В растительном масле Самым нетерпеливым Разрешается Подкрепиться Сухарями Через три минуты Цветы в панировке Можно соединить С кусочками мяса И смешать Всё просто Несите тарелку Итак Жаркое Из одуванчиков По гречески Готово Но садиться За обеденный стол Пока рано Шеф-повар Требует Новую партию цветов Неужели будет И третий Будет Наталья Сделает Ослиную морду Вы не ослышались Ослиная морда Это салат Из одуванчиков Но почему блюдо Носит такое Обидное название Разберёмся Чуть позже А сейчас посмотрим Как его готовят Наталья берёт Листья И соцветия Десяти одуванчиков Копчёное сало Кусочек Чёрствого Чёрного хлеба Чеснок Растительное масло И винный уксус И на этот раз Цветам не удалось Избежать Солёно-водных Процедур После устранения Горечи Растения Измельчают Риск Порезаться Острым ножом Исключён Листья Можно рвать Руками Соцветия Одуванчиков Кладут целыми Так красивее А вот Жирное сало Лучше покрошить На мелкие Кубики Тут уж Без ножа Никак Сало Отправляется В миску Туда же Добавляют Обжаренные С чесноком Сухарики Из чёрного хлеба Осталось Лишь перемешать Ингредиенты И сдобрить Салат Винным уксусом И растительным маслом Пожалуйста Салат Ослиная морда Готов Но всё-таки Почему блюдо Так странно Называется Может его Скармливают Только ослам Такое имя Блюду Придумали Во Франции Где осёл Символ Отменного Здоровья Спросите Что общего Между ослом И одуванчиками Дело в том Что это растение Содержит Рекордное количество Полезных для здоровья Витаминов Минералов И микроэлементов Ослиная морда Если найти аналог В русском языке Это розовый Как поросёнок Иными словами Ни капельки Не обидное выражение Будем пробовать? Не спешите Очередной сюрприз От шеф-повара На этот раз Наталья Собирается угостить Нас сладким Она приготовит Мёд Из-за дуванчиков Постойте Мёд Делают пчёлы Как же повар Справится С этой задачей? Посмотрим Для десерта Понадобятся Только лепестки Чтобы набрать Нужный объём Придётся Подстричь Не менее Сотни бутонов Я тоже хочу Дальше В чашку с лепестками Добавляют стакан воды Нам также потребуется Сок половинки лимона Кислота Поможет Одуванчикам Лучше раскрыть Свой аромат Вся эта яркая мешанина Перекладывается В кастрюлю И отправляется На плиту Одуванчики Под воздействием Температуры Отдают свой сок И в итоге Получается сироп Ярко-жёлтого цвета Теперь пора Превратить Янтарную жидкость В одуванчиковый Мёд Для этого В кастрюлю Добавляют Триста граммов Сахара Перемешивают И снова На плиту Вариться Десерт из одуванчиков Будет около часа Пока масса Не загустеет Всё-таки Хорошо Что этот процесс Проходит без участия Настырных И жужжащих Пчёл Главное Успеть собрать Одуванчики Пока они Не посидели Кстати Почему этот цветок Из ярко-жёлтого Превращается В белый шарик Одуванчик Относится К растениям Семейства Астровых Представители Этого сообщества Сложноцветных Размножаются Путём быстрого Возревания Плодов Семенников Из каждого Семени Вырастает Новый цветок Но чтобы Семена одуванчика Попадали в почву Им нужен Транспорт Вот почему К моменту Созревания Семян Каждый Жёлтый Лепесток Превращается В своего рода Парашют Так семена Разносятся Ветром По всей поляне Но возвращаемся На кухню Что там Со сладким Оно готово Мы получили Прозрачную И липкую массу Ничего не напоминает Похоже на мёд Теперь понятно Почему этот десерт Назвали Одуванчиковым Мёдом Итак У нас есть Салат Суп Жаркое И мёд Настоящий Комплексный Обед Из-за Дуванчиков А на сытый Желудок Согласитесь Собирать цветы И плести Из них Венки Куда Приятнее Продолжение следует